МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае, расскажет наш ежедневный исторический хронограф. Исторический хронограф Сегодня, 29 марта, отмечается День специалиста юридической службы вооруженных сил Российской Федерации. В Краснодарском крае День финансиста, а в Чили День молодого бойца. В разные годы истории 29 марта происходили следующие события. В 1823 году на судостроительной верфи в городе Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль, получивший название «Метеор». В 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за того, что на реке Ниагаре образовались гигантские ледяные пробки. В 1873 году, в этот день, писатель Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. 29 марта 1886 года, одержав победу в матче над Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам. В 1891 году император Александр Третий подписал рескрипт о строительстве Транссибирской железной дороги. 29 марта 1911 года, в Санкт-Петербурге учрежден Российский Олимпийский комитет. 29 марта 1940 года, в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС. С 1968 года она стала называться Военно-воздушной академией имени Юрия Гагарина. 29 марта 1955 года, советский ученый Юрий Кнорозов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сделанной им расшифровке письменности племени Майя. По результатам защиты, ученому сразу присвоили степень доктора наук. 29 марта 1974 года, в Китае, в окрестности города Сиань, при бурении артезианской скважины, местным крестьянинам было обнаружено захоронение так называемой терракотовой армии. Более 8 тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей. В 1998 году, в этот день, в Лиссабоне, к началу Всемирной выставки Экспо-98, открыт мост Васко-Дагама, самый длинный на тот момент в Европе. Его общая протяженность составляет 17 километров 185 метров, а протяженность надводной части 10 километров. Исторический хронограф Специальный репортаж Каждую весну специалисты МЧС предупреждают о том, как опасно выходить на водоемы, потому что лед перестал быть таким крепким, каким он был зимой. И каждый год статистика происшествий обновляется новыми сообщениями о том, что в очередной раз кто-то провалился под лед или оказался на оторвавшейся от берега льдине. А это значит, что есть необходимость вновь вернуться к этой теме. Сегодня в нашей программе принимает участие начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Ульяновской области Сергей Гиричев. Итак, Сергей Александрович, какова сейчас ситуация на водоемах в нашем регионе? На данный момент таяние снега и льда происходит. Сброс воды населенных пунктов в водные объекты происходит. Разрушение льда начинается. Уже ледовый покров не будет обеспечивать безопасного нахождения людей на водных объектах. Тем более, нельзя выезжать на лед на автомобиле или какой-то другой технике. Про технику я не говорю вообще, потому что на технике выезжать на лед запрещено в любое время года. Решается выезжать на технике на ледовые покрытия только тогда, когда они специально оборудованы, проверены и допущены к выезду техники определенной массы. Если вы находитесь в пешем состоянии на льду, это один вопрос. На любой технике техника это скорость, это масса. Вы не можете вообще никак определить и оценить правильно грамотно ситуацию. И у нас были очень неприятные моменты, когда люди проваливались именно на снегоходах под лед, и фактически у таких людей нет шансов. Очень неожиданно, скоротечно, удар, холодная вода, поэтому сказать о том, что на снегоходах можно кататься по льду, я не могу, потому что этого делать нельзя. А рыбаков, любителей зимней ловли, в этом году часто приходилось спасать? В этом году еще таких ситуаций у нас не возникало, неприятных, но нельзя расслабляться. Как будет развиваться ситуация, насколько она будет скоротечно, сложно прогнозировать. Какие водоемы в нашем регионе весной становятся наиболее опасны? Наиболее опасными являются те участки водоемов, где происходит массовый выход людей на лед, рыбаков в том числе. Это Черемшанский залив, очень неприятный участок реки у нас есть в районе Шиловки, это ближе к Сенгелею. Старая Майна, тоже большое количество людей выходит на лед, и периодически случаются неприятные ситуации. В тех случаях, когда выход на лед все-таки по каким-то причинам необходим, какие правила безопасности обязательно нужно соблюдать? Самое главное, о чем я говорю всегда, это грамотно оценить обстановку. Если вы собираетесь выйти на лед, вы должны это все продумать. Решение должно быть взвешенное. Прежде всего, подготовьтесь, посмотрите прогноз погоды. Если вероятно, что будет резкое ухудшение погоды в плане видимости, выходить на лед ни в коем случае нельзя, потому что у нас очень широкие пространства, и при набегании теплого или холодного воздуха очень резко образуются туманы, и человек, находясь в безориентирной местности на льду, когда накрывает туманом, он просто не понимает, куда ему идти. Определитесь с временем выхода и с временем ухода с водного объекта. Ни в коем случае вы не должны задержаться до наступления темноты, потому что тоже есть вероятность, что вы не сможете выбрать правильное направление движения. Эти ситуации постоянно случаются, люди в здравом уме, в светлой памяти просто не могут найтись. Потом происходит многочасовая операция по их поиску, что очень сложно, очень сложно человека найти. Дальше, перед выходом обязательно сообщите своим знакомым, друзьям, родственникам, что вы собираетесь в этом районе выйти и вернуться должны к такому-то времени, чтобы если вы не сможете сообщить человек, который попал в неприятную ситуацию, чтобы могли сообщить его родные и близкие, обязательно зарядите телефон, проверьте, потому что вы выходите на улицу, прохлада, емкость аккумулятора падает и надеяться на то, что да ладно, мне хватит, это неразумно. Не перемещайтесь вместе группой 15-20 шагов, чтобы если один человек попал в неприятную ситуацию, кто-то мог позвать на помощь и начать оказывать ему помощь. Не переоценивайте свои силы, при движении обязательно, если у вас есть рюкзак, несите его на одной лямке, не на двух, чтобы в случае провала вы могли резко освободиться от лишнего груза. При попадании в полынью сразу же начинайте звать на помощь, не думайте, что вы один справитесь. Такая ситуация очень быстро развивается и когда вас уже начнут оставлять силы, звать на помощь у вас просто может не хватить силы или может быть уже просто поздно. Обязательно у каждого рыбака должна быть веревка. Это 10-15 метров шнура какого-то, необязательно альпинистская веревка, чтобы оказать помощь своему товарищу. Полностью интервью с начальником отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Ульяновской области Сергеем Гиричевым о ситуации на водоемах нашего региона и о правилах поведения при выходе на лед слушайте сегодня в нашей вечерней программе радио в 19 часов 20 минут. Сотрудники Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с работниками Куйбышевской железной дороги провели мероприятие направленное на профилактику травматизма на объектах транспортного комплекса. Акция «Внимание! Переезд» прошла на железнодорожном переезде в черте города Ульяновска. Сотрудники Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте и железнодорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также вручили памятки и тематическую сувенирную продукцию. Кроме того, сотрудники транспортной полиции совместно с работниками железной дороги на станции Ульяновск-1 провели беседы с гражданами о правилах безопасности на объекте повышенной опасности. Объяснили, что переход в неустановленных местах, хождение по путям, спрыгивание с платформ опасно для жизни и здоровья, а прослушивание музыки в наушниках и разговор по телефону снижает бдительность. Кроме этого, организаторы мероприятия вручали пешеходам памятки с правилами поведения вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Сотрудники Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте призывают всех водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при нахождении вблизи объектов железнодорожного транспорта. С 15 марта в России возобновилась программа туристического кэшбэка, то есть возвращение части денежных средств, потраченных россиянами на туристические поездки по России. О сроках действия, суммах возврата и других условиях возобновленной программы туристического кэшбэка, а также об участии в программе нашего региона рассказывает директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. Программа туристического кэшбэка осуществляется в рамках национального проекта туризма индустрии гостеприимства и направленной на повышение доступности туристических продуктов для населения. Первая ла-лана программы в этом году стартовала с 18 января, продажи путевок по ней должны были осуществляться до 12 апреля включительно. Разной программой можно было с 18 января по 30 апреля а поехать в круиз с момента открытия навигации по 1 июня 2022 года. Старт второй волны программы туристического кэшбэка начался с 15 марта. Окно продаж продлится до 1 мая 2022 года. Туристические поездки в рамках действующей программы можно осуществить в период с 15 марта по 1 июля текущего года. Условия программы по сравнению с прошлым годом не поменялись. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата 20% стоимости тура но не более 20 тысяч рублей на карту. Туристический кэшбэк начисляется только за поездки которые оплачены картой МИР. Количество поездок на одного человека в рамках этой программы не ограничено. Наш регион традиционно принимает в этой компании активное участие. Особенно данная компания популярна для организации отдыха в санаториях Ульяновской области. Путевка на одного человека по кэшбэку обойдется в среднем 3220 рублей в сутки за прошивание питания и лечения. Согласно рейтингу российских регионов по популярности и доступности отдыха в санаториях по программе туристического кэшбэка который был составлен порталом бронирования санаторий России.рф Ульяновская область вошла в топ-5 регионов наиболее популярных в этом направлении. Также в текущем году будет продолжена программа по стимулированию доступных внутренних туристических поездок по организации отдыха детей и их оздоровлению так называемый детский кэшбэк. Согласно ее условиям родителям приобретшим путевки в детские лагеря партнеры программы автоматически возвращают 50% от стоимости максимум 20 тысяч рублей. Если родители приобретут несколько путевок деньги вернутся за каждую из них. Средства поступят также на карту МИР в течение 5 дней с момента покупки. Опять же важно оплачивать карты МИР которая должна быть зарегистрирована в программе лояльности. Вот это важный момент не все это осознают поэтому мы с каждым проговариваем и идем по чек-листу. Соответственно оплатить путевку по программе детского кэшбэка можно на сайте участника программы в период ее проведения. Продажи путевок в рамках программы детского кэшбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет начиная с 1 мая 2022 года. Список участников публикуется на сайте мирпутешествий.рф в разделе партнеры. Приглашение для участия в обозначенной программе получили все стационарные, государственные и коммерческие лагеря. Городские или лагеря дневного пребывания в акции не могут принимать участие. В Ульяновской области мы совместно с Министерством образования подключили все стационарные лагеря к этой программе без исключения. Особенностью участия региональных организаций партнеров в программе детского кэшбэка является то, что еще в прошлом году мы выстроили систему организации продаж путевок по условиям программы, которая предусматривает заключение партнерских соглашений с организациями партнерами программы. Проще говоря, когда наши туроператоры продают путевки в государственные детские лагеря, а государственным лагерям сложно подключиться к банковским системам. Поэтому упростили этот порядок и там комиссия только за эквайринг идет. Ожидаем, что программой в этом году воспользуется не менее 3,5 тысяч человек. Еще интересный момент. Из областного бюджета также предусматривается представление 50% возмещения затрат по линии Министерства образования и вот эта программа начала действовать. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Почему в слове «косноязычный» не нужна буква «т», а выражение «язык без костей» как собственное слово «кость» не имеет к нему ни малейшего отношения? Сейчас разберемся. Правильно? Косноязычный. Согласно словарям, например, энциклопедическому словарю Брагауза и Еврона, первое значение прилагательного «косноязычный» страдающий косноязычием, расстройством речи, при котором человек не может четко произносить некоторые звуки. То есть, если максимально упростить, косноязычие – это та же картавость. В толковом словаре Ушакова у прилагательного есть значение «не умеющий складно говорить». Сегодня в речи слово чаще используют именно в этом значении. Косноязычными называют тех, кто пишет или говорит неясно, со стилистическими ошибками, не умеет грамотно строить фразы и предложения. Запомнить написание поможет этимология слова. Буква «Т» в нем не нужна, потому что проверочное слово здесь вовсе не кость, а косность. Устаревшее значение этого слова малоподвижный, ленивый, медлительный, более современное, отсталый, не желающий развиваться. Итак, запоминаем, слово «косноязычный» пишется без «Т». И на этом у меня сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Вкусно и полезно. С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. Вместе с врачом по профилактике Еленой Денисовой отправимся в продуктовый магазин. Овощные и фруктовые консервы лучше покупать те, где мало сахара и соли. У сухих продуктов проверяйте срок годности. Каждый день мы должны съедать по 200 граммов фруктов и овощей. Нам нужны цельнозерновые хлеб и крупы, молочные продукции низкой жирности, горсть несоленых орехов, обязательно вода. В здоровом питании есть все необходимое, и тогда надобность в витаминах из аптеки отпадает сама собой. Елена Денисова напомнит, что, купив впрок, можно заморозить в холодильнике. С помощью заморозки можно значительно продлить срок хранения свежих продуктов, таких как овощи, фрукты, мясо и рыба. Замораживать можно почти все продукты, за исключением продуктов, содержащих много воды, таких как салат и огурцы. Срок хранения в магазинной камере зависит от конкретных продуктов. В среднем составляет для овощей и фруктов от 8 до 12 месяцев, для рыбы от 3 до 6 месяцев, для мяса от 2 до 9 месяцев, для куриного и мяса индейки 3 месяца. Перед замораживанием лучше недолго отварить овощи. Большинство овощей, таких как цветная капуста, брокколи, краснокочанная капуста, свекла, кабачки и баклажаны можно замораживать. А вот овощи, содержащие много воды, такие как салат, помидоры и огурцы, не лучший вариант для замораживания. Однако, если перетереть помидоры, их вполне можно заморозить. Фрукты перед заморозкой лучше разрезать на кусочки. Бананы можно замораживать, предварительно сняв с них кожуру. Из груши и яблока перед заморозкой необходимо убрать сердцевину. Виноград, как и другие ягоды, можно замораживать целиком. Нежирную рыбу, такую как треска, камбала, тунец, можно хранить в морозильной камере в течение 6 месяцев. Жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия можно хранить в замороженном виде в течение 3 месяцев. Срок хранения мяса в морозилке зависит от вида мяса. Для свинины это 2 месяца, для мясного фарша и баранины 3 месяца, говядина может храниться до 9 месяцев. Приготовленные бобовые продукты фасоль, нут, чечевица можно хранить в морозильной камере 3 месяца. Оставьте еды, например, приготовленный рис можно хранить в морозильной камере в течение 3 месяцев. Для безопасного размораживания переложите продукты из морозильной камеры в холодильник на 24 часа. При таком размораживании сохранится больше витаминов. Мясо и рыба это скоропортящиеся продукты. Медленная разморозка в холодильнике максимально сохранит их качество. Небольшие кусочки ранее замороженной готовой еды легко разморозят в микроволновой печи с настройкой размораживания. При использовании микроволновой печи не забывайте переворачивать продукт для равномерной разморозки. Используйте соответствующий режим. Если вы размораживаете при более высокой, чем необходимой мощности, то продукт теряет много влаги, витаминов и минералов. Даже зимой старайтесь есть достаточно фруктов и овощей. У микрофона Евгений Слюняев Дом с биографией Дом, о котором сегодня пойдет мой рассказ, находится по адресу переулок Карамзина 3, дробь 2. Здание является памятником архитектуры федерального значения. Ульяновцам оно хорошо знакомо под названием Дворец Книги. И кажется, что книги здесь жили всегда. Но это не так. На самом деле изначально оно было зданием Дворянского собрания. Его история началась в 19 веке. В августе 1836 года Симбирск посетил император Николай I. Он распорядился возвести в городе Дворянский дом. Однако почему-то распоряжение главы государства выполнять не поспешили. Строительство здания началось лишь 7 лет спустя в 1843 году, а завершилось в 1847. Архитектором здания был Иван Бенземан. Торжественное открытие здания Дворянского собрания состоялось в январе 1848 года. В дальнейшем в этом здании проводились различные деловые совещания, встречи, увеселительные мероприятия. Неоднократно Дворянское собрание посещали высокопоставленные гости Симбирска, в том числе особой императорской семьи. В здании работала канцелярия, присутствие, архив и губернская земская управа. Также здесь находились квартиры предводителя дворянства, его секретаря, письмоводителя и ряда других служащих. 18 апреля 1848 года сюда переехала Карамзинская общественная библиотека для всех сословий и классов общества, арендовавшая в здании две небольшие комнаты. Ныне эти две комнаты плюс еще одна комната на первом этаже с 1990 года являются музеем Карамзинской библиотеки. Обстановка здесь сохранилась с большой достоверностью, в экспозиции представлено достаточно много подлинных вещей и документов той эпохи. При пожаре 1864 года погиб весь книжный фонд библиотеки, насчитывающий 11 тысяч изданий. И тогда симбиряне, а следом за ними и неравнодушные любители и ценители чтения со всей России, стали собирать новый книжный фонд для Карамзинской библиотеки в Симбирске. Можно назвать много имен, в их числе семья Карамзиных, семья Аксаковых, писатель Иван Александрович Гончаров, поэт Михаил Дмитриев, сыновья Дениса Давыдова и еще многие и многие другие, кто жертвовал книги из своих собраний в нашу общественную Карамзинскую библиотеку. К 1866 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Николая Карамзина, по всероссийской подписке в библиотеку поступило более 70 тысяч томов. На основе Карамзинской библиотеки впоследствии была создана коллекция Дворца Книги. И еще несколько фактов, связанных с историей здания. 4 октября 1898 года здесь прошла знаменитая юбилейная выставка в честь 250-летия Симбирска. В 1906 году рядом с Дворянским собранием был совершен террористический акт. У западного входа здания эссеры бросили бомбу в симбирского губернатора Константина Старанкевича. Через два дня от полученных ранений он скончался. В 1913 году у здания Дворянского собрания был установлен памятник Петру Столыпину. Наряду с памятником Карамзину он стал одной из достопримечательностей города. Но ненадолго, в революционном 1917 году, его снесли. Западное крыло здания в разные годы арендовали дворянский пансион, вторая мужская гимназия. В советские годы здесь располагались школа и педагогический институт. С 1925 года здание бывшего дворянского собрания заняла библиотека, которая стала называться Дворцом книги имени Ленина. Во время Великой Отечественной войны в здании кроме библиотеки работала часть конструкторского бюро автомобильного завода ЗИС, а еще здесь размещался военный трибунал. здание неоднократно перестраивалось и реставрировалось, но к сегодняшнему дню ему практически возвращен его исторический облик. И сегодня дворец книги, бывшее дворянское собрание, бесспорно является одним из самых красивых зданий в Ульяновске. Краеведческий калейдоскоп В этом году исполняется 350 лет со дня рождения императора Петра I. Петровская эпоха в документах Государственного архива Ульяновской области. Радиоэкскурсию по выставке с таким названием сегодня в нашей вечерней программе мы проведем вместе с архивистами Антоном Шабалкиным и Анной Казаковой. Петр I уникальная личность в истории нашего Отечества. Царь-реформатор и первый император. Создатель флота и новой столицы. Военный стратег и искусный дипломат. Знаток наук и жестокий деспот. Абсолютный монарх и вечный труженик. И этот перечень можно продолжать долго. Он сын своего времени, который, словно оправдывая свой двухметровый рост, смог подняться над эпохой и определить веки развития страны, на много лет вперед. Он один из немногих правителей России, именуемый до сих пор великим. Он единственный император, почитаемый и в советскую эпоху. О нем до сих пор не затихают споры горячих поклонников и яростных противников. Достойно отметить юбилей исторической фигуры такого масштаба дело непростое. Тем более в нашем регионе, отдаленном от главных петровских строек и батарей. Крепость Симбирск или, как тогда писали Синбирск, в царствовании Петра I уже не имела стратегического значения. Документов конца 17-го, начала 18-го веков в Государственном архиве Ульяновской области немного. Большинство материалов той эпохи свитки по торгово-имущественным и земельным вопросам. Однако архивисты как всегда нашли выход, чтобы рассказать о Петровской эпохе. Одни документы показывают перемены в масштабах Отечества, другие повествуют о различных событиях у нас в Поволжье. Напоминаю вам о том, что радиоэкскурсию по выставке «Петровская эпоха» в документах Государственного архива Ульяновской области вы услышите сегодня в нашей вечерней программе радио в 19 часов 30 минут. Спортивный клуб Возобновляются игры первенства России по футболу во втором дивизионе футбольной национальной лиги. В ближайшее воскресенье в Ульяновске на центральном стадионе труд идущая на первом месте в турнирной таблице «Ульяновская Волга» принимает своего ближайшего преследователя футбольный клуб «Челябинск». Вот что о том, как прошла подготовка к весеннему этапу первенства, о состоянии команды и, конечно же, о предстоящем матче рассказал главный тренер футбольного клуба Волга-Ульяновск Ренат Аитов. Мы первый цикл провели в городе Новороссийске с 1 февраля по 23 потом перебрались и в таком же плане сработали с 1 марта по 23 марта уже в Турции. Считаю, что провели благотворные тренировки. На сегодняшний день ребята полноценно подготовлены. Конечно, у нас останется цикл в Ульяновске, чтобы подготовиться к третьему числу, то есть против Челябинка. В каком состоянии находится команда, все ли здоровы? Ну, мелкие рецидивы, они всегда присутствуют, потому что все-таки у нас вид контактный, больших болячек нет, все в краю мелкие такие ушибы были, не без этого, потому что мы провели 5 полноценных матчей в Турции и достаточно на хорошем уровне. Поля у нас были естественные, то есть в двухразвом режиме мы тренировались, получили хорошую нагрузку, выполнили большой объем работы. Кто были вашими спарринг-партнерами? В Турции у нас первый спарринг мы провели «Локомотив Казанка», это команда из Москвы. Очень хороший спарринг для нас получился. Все матчи получились полезными, но были такие корректировки внесены, так как с теми командами, с которыми договаривались на тот момент не все могли там приехать в Турцию, и мы поменяли спарринг в партнеров. Это место Ленинградца и Твери, мы играли с командами из Казахстана. Окжет-Пест, мы играли с Тюменью, то есть мы не планировали, с ними игру, но мы сыграли матч, тоже достаточно на хорошем уровне, договорились с Чинником, вот эти матчи мы провели. Изменился ли состав ульяновской «Волги», есть ли какие-то новые игроки? Да, в составе произошли изменения, нам пришел Лесенков, центральный защитник, два центральных полузащитника, это Петролай и Яцкий, и молодой футболист Новотроевка, Шепетев, фланговый нападающий. И несколько слов скажите, пожалуйста, о предстоящем матче уже в рамках чемпионата России по футболу. Это будет команда «Челябинск». Наверное, вам очень будет нужна поддержка наших болельщиков? Да, нам помощь болельщику очень нужна и необходима, потому что все-таки возобновляется чемпионат, это первый матч, первый матч всегда проходит интенсивно, немного не рост рисует, но мы надеемся, что именно с их поддержкой мы будем добавлять и скорости, и в организации, и добиваться успеха. «Челябинск» идет на втором месте, и все девять игр, они будут напряженными, и мы надеемся, ту базу, которую заложили в учебно-тренировочном процессе, даст плоды. Болельщики всегда говорят, встретимся на стадионе, и давайте скажем, где, на каком стадионе, во сколько будет проходить эта игра. Да, мы ждем всех болельщиков на стадионе «Труд» в 18.00 3 апреля. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Этот день в истории музыки. У микрофона Андрей Костяев. Здравствуйте. В этот день, 29 марта, родились такие известные люди. Артист балета, педагог Василий Тихомиров, композитор Вильям Велсон, композитор, пианистка, народная артистка РСФСР, Людмила Лядова, гитарист Сергей Левитин, музыкант, певец Владимир Пресняков. Засыпает синие «Цурбоган» «Цурбоган» Рок-музыкант Джеймс Аткин, певица в жанре русский шансон Ирина Круг. Также этот день в мировой отечественной музыке отметился несколькими знаковыми событиями. В 1795 году немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен впервые дал концерт в Вене. В 1871 году королевой Виктории открыт Альберт Холл в Лондоне, в котором выступали не только звезды оперы, но и такие известные группы, как Битлз и Роллинг Стоунс. В 1879 году состоялось первое исполнение оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Это был учебный спектакль Московской консерватории в Малом театре. «Когда бы жить домашним другом, Я ограничить захотел, Когда б не быть отцом супругом, Приятный жребий молел, Ох, верно б кроме вас одной невесты Не искал иной». В 1942 году впервые в Москве силами Объединенного оркестра Большого театра Советского Союза и Всесоюзного радио исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Концерт также транслировался радиостанциями Англии и Соединенных Штатов Америки. В 1954 году вышла первая пластинка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. В 1977 году единственный хит номер один в США группы Абба «Дансинг Куин», «Танцующий королева», удостаивается звание как гимн эпохи диско. Музыка «Данцующий королева» В 1986 году впервые записи группы «Битлз» легально поступили в Советский Союз. Фирма «Мелодия» выпускала их на кассетах и виниловых пластинках. В 2009 году в Московском Международном доме музыки состоялся концерт одного из интереснейших слайд-гитаристов мира – Сони Лендрот. 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 Субтитры подогнал «Симон»